В 1942 году исчезла с радаров британская подводная лодка HMS Triumph N18, открывшая эру специальных военных операций. Долгие годы никто не мог ее обнаружить, но теперь обломки нашли у берегов Греции. Впервые HMS Triumph спустили на воду в 1938 году. За следующие четыре года она выполнила более 20 миссий, а последним заданием стало спасение более 30 британских беглецов с острова Антипарас. Согласно военно-морским записям, субмарина должна была отправиться на эту миссию 9 января 1942 года, но Triumph так и не появился, и беглецов арестовали. 23 января 1942 года Королевский флот счел подводную лодку, пропавшей без вести. Вместе с 64 членами экипажа, что находились на борту. Некоторые особенности затонувшего судна и его местоположение в Игейском море соответствуют тому, что известно о HMS Triumph. Последние 20 лет команда греческого дайвера-ветерана Костаса Токторидиса искала обломки Triumph, но находила лишь части более поздних подводных лодок. А с Triumph все время появлялись какие-то обстоятельства, то погода портилась, то сильные подводные течения мешали исследованиям. Но главное обстоятельство субмарина, как оказалось, залегало на дне 666 футов, 203 метра. С учетом сильных течений водолазам на такой глубине, было просто невозможно работать. Тогда они взялись за дистанционно управляемый подводный аппарат и нашли Triumph. Источник и аутер. И по словам Токторидиса, обломки Triumph находились в Игейском море, в 10 километрах от мыса Сунион. Дайвер отметил, что закрытые люки и убранный перископ говорят о том, что субмарина в момент гибели погружалась. Рена Геотропула Токторидис из поисковой группы рассказала изданию LifeScience, что носовая часть была сильно повреждена взрывом, который скорее всего и потопил подводную лодку. Но было неясно, был ли этот взрыв внешним, от глубины бомбы или морской мины, или внутренним, от одной из собственных торпед субмарины. Сейчас команда работает с экспертами по подводным лодкам и торпедам, чтобы ответить на этот вопрос. Что же до экипажа, то он, вероятнее всего, законсервирован внутри во время погружения все люки были задраены. Больше всего в этой истории удивляет, что только через 20 лет поисков команда решила воспользоваться дистанционно управляемым подводным аппаратом. Ведь у археологов давным-давно есть свои инструменты для обследования и раскопок затонувших судов, с которыми можно достать со дна любую мелочь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.